Денежная поддержка за борьбу на врачебной передовой. Правительство поощрит медиков за работу в период острой вирусной ситуации. Более ста довольных семей. В Махачкале получили продовольственную помощь нуждающиеся семьи. Плюс 3% к окладу. В республике ожидается повышение зарплат бюджетникам. 25 млрд рублей на выплаты медикам, борющимся с COVID-19, выделят правительство. Средства будут выделены за октябрь из резервного фонда. Более 8 млрд рублей выделят за особые условия труда и дополнительную нагрузку медиков на фоне пандемии коронавируса. Еще 16 млрд рублей уйдут на стимулирующие выплаты работникам сферы здравоохранения за выполнение особо важных работ. Размер доплаты составляет от 25 до 80 тысяч рублей в месяц на каждого медработника. Сумма выплат зависит от должности и рисков. Два человека погибли. Малолетний ребенок получил травмы в результате ДТП в Хасавертовском районе. По предварительной информации, авария случилась из-за сердечного приступа водителя. Автомашина съехала с проезжей части и врезалась в дерево. Водителю было 77 лет. Он управлял машиной Audi 100. Мужчина скончался за рулем. Двух пассажиров, 28-летнюю женщину и ее годовалого ребенка с различными травмами доставили в больницу Хасаверта, где женщина и скончалась. Как уточнили в пресс-службе МВД Республики, на месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа, чтобы выяснить все причины происшествия. Малоимущим семьям Махачкалы раздают продуктовые наборы. Акцию поддержки организовала строительная компания «Монолит-05» совместно с фондом «Инса». На данный момент продовольствием обеспечили более 100 семей. По словам спонсоров, помощь нуждающимся будет продолжена. Подробнее в сюжете по тематам Ханаповой. Мука, растительное масло, макароны, рис и сахар. В набор включены продовольственные товары первой необходимости. Предназначены они нуждающимся жителям Махачкалы. Среди них и Аминат Мусиева. Четыре года назад женщину сбил пьяный водитель и теперь она не может ходить. Это лишь первая партия помощи. Акция поддержки, по словам представителей компании «Монолит-05», будет продолжена. Помощь получат многодетные семьи, родители, одиночки, сироты, пожилые люди и инвалиды. Всего в списке более 200 семей. Хотелось бы пожелать, чтобы с каждым годом нуждающихся семей становилось меньше и меньше. Большинство людей, которые страдают у нас, возможно, по всей земле, не по вине самого себя, а что-то способствовало, чтобы они оказались в такой ситуации. То есть вот женщина стояла на бордюре и сбила машина, пьяный водитель. С 16-го года женщина лежит без помощи. Еще раз спасибо фонду «Инсанс» за предоставленную возможность. Мы, в свою очередь, будем продолжать совершать такие акции и призываем всех остальных людей, бизнесменов, чиновников, кто имеет возможность совершать благотворительные акции, так как Дагестан наш дом, мы должны все вместе строить светлое будущее. Организовать акцию компании помогает фонды «Инсанс». Они предоставляют список нуждающихся, совместно со спонсорами собирают наборы и развозят их по домам. По словам представителей фонда, руководство «Монолит-05» вносит большой вклад в благотворительную деятельность. Следующий этап, уже второй этап распределения продуктовой помощи у нас пройдет в следующем месяце. Хочется поблагодарить компанию, руководство компании «Монолит-05», то, что они принимают активное участие в благотворительной деятельности. Это не первая благотворительная акция с их участием. Мы думаем, что и ранее проходили такие же масштабные акции. Мы думаем, что и в дальнейшем такие акции будут повторяться. Стоит отметить, что средство на покупку продуктовых наборов начислялось по акции. Из каждой проданной квартиры компания «Монолит-05» часть денег отправляла на счет благотворительного фонда. Батимат Канапова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. Сегодня исполняется 75 лет со дня основания Дагестанского федерального исследовательского центра РАН. Самый большой научный центр в республике был создан в послевоенное время. По сей день он остается местом притяжения научных сил и генератором масштабных исследований. Какие изменения произошли в штабе дагестанской науки за 75 лет? И как работают сегодня дагестанские ученые, расскажет Хадижа Курбанова. Тфитсран 75. 75 лет здесь на благо науки работают главные составляющие успеха центра – его научные сотрудники. Главное звено Института физики – Николай Полихраниди. Николай отдал науке 60 лет жизни. Пришел в центр еще совсем молодым и неопытным, но уж очень увлеченным исследовательским делом. Сейчас он занимается изучением теплофизических свойств жидкости и газов. Приходит в свою маленькую лабораторию и в выходные, и в праздничные дни. Моя жена непрерывно говорит, что все не ходят на работу в таком возрасте, а ты ходишь. Она очень хочет, чтобы я сидела дома. А вы не хотите? Я не могу просто сидеть дома. Во-первых, мне интересно здесь. Во-вторых, то, что мы делаем, нужно же и сделать наконец. Люди же ждут, что мы эти исследования закончим. Есть в центре и молодые специалисты. Джалаудин Анатов и Руслан Асманов – одни из них. Оба посвятили более пяти лет жизни работе в горном ботаническом саду центра. Я в центр пришел в 2003 году аспирантом. На тот момент я изучал зерновые злаки, третикали, пшеница, рожь. И первые 7-8 лет я занимался злаками. И после того, как я защитился по ним, кандидатскую, я перешел на изучение абрикоса. На счету у ребят множество совместных работ. К примеру, они написали книгу о дагестанских абрикосах, в которой рассказали об удивительных фактах генетического происхождения фрукта. Но работа напарников не ограничивается рамками центра. Молодые люди часто ездят в ботанические сады по всей стране за различными образцами. Далее они проводят сравнение и определяют происхождение растения. В данный момент на их счету более 200 исследованных образцов сортов и форм только одного вида абрикоса. Садоводы любители, например, все сталкиваются с тем, что на плодах бывают вот эти черные точки. И, наверное, лучше продать более красивый плод. Можем предложить сорта, которые можно потом будет вовлекать в селекцию. И размножать для производства. Еще один молодой ученый исследовательского центра – физик Тимирлан Арсланов. Он занимается тем, что каждый день пополняет экспериментальную базу центра новыми опытами. Сейчас работает с материалами спинтроники и проводит опыты с очень высоким давлением. Недавно Тимирлан вернулся из Швеции, где полгода работал в одном из старейших скандинавских институтов в качестве исследователя-визитора. Я знал, ориентировался, на что я еду. Я говорю, что я не первый год готов знакомиться с их братом. Я, в принципе, ориентировался, знал, какой будет уровень. Действительно, уровень колоссальный. Огромное число исследователей приезжает. Буквально непрерывно жизнь кипит. Приезжают одни, провели какой-то цикл своих. Получили результаты, улетели, приехали другие. Буквально в том кабинете, где я сидел, работал, поменял их человек 10. Это за время моего пребывания дома. Успехи молодых, как и усердие взрослых сотрудников, не остаются незамеченными. В Рио председатель от ФИЦРАН Акай Муртазаев рад любым позитивным изменениям в центре. Но в последнее время, отмечает он, их не слишком много. Молодежь с трудом идет в науку. Нет стимула. Советская система образования прокладывала путь к науке, а нынешняя лишь усложняет процесс. Аспирантская стипендия, она совершенно не устраивает молодых людей. Это примерно 6 тысяч рублей. На это же прожить невозможно. В эти годы молодые люди обустраиваются, женятся, заводятся с семьями. Возникает куча текущих проблем. И аспирантура в таком виде совершенно не способствует ни привлечению молодежи в науку, ни закреплению молодежи. Это большая проблема. Еще одна большая проблема дагестанской науки – это отсутствие адекватного финансирования. Научные работники, чтобы помочь своему делу, пытаются принять участие в грантовых конкурсах. Но и там требуется зафинансирование. Инвесторов, желающих вложиться в науку, опять-таки немного. Надеюсь, что у нас новый руководитель республики, он заинтересован в выполнении национальных проектов. А национальные проекты могут быть выполнены только если организации и научные, и вузовские будут активно участвовать в разного рода конкурсах. А для того, чтобы мы могли участвовать в этих конкурсах, нужна хорошо организованная помощь со стороны правительства, главы республики. Жизнь дагестанской науки переменчива. Она, как и любая другая отрасль, переживает как нелегкие периоды, так и позитивные. Но пока в центре все еще работают люди, горящие своим делом, питающие любовь к науке и с интересом проводящие опыты, научное дело будет жить. Хадижа Курбанова, Мусас Алгиреев, телеканал ННТ, Махачкала. Детские пособия будут платить автоматически до 1 марта 2021 года. Соответствующий закон подписал Владимир Путин. Родителям не нужно будет посещать органы соцзащиты, чтобы подать заявление. Напомним, дополнительная поддержка полагается тем, у кого доходное человека в семье не превышает двух прожиточных минимумов. С весны начисление средств происходило автоматически, без визита в органы соцзащиты и пенсионный фонд. Но такая норма действовала до октября. Теперь упрощенный порядок продлен на время высокой коронавирусной угрозы. Работникам госучреждения республики повысят зарплату. Такое постановление вынесло правительство региона. Оклад повысят на 3%. Однако это коснется только тех, кто не подпадает под майский указ президента России. Также в тексте постановления говорится, что повышение окладов будет проведено за счет собственных средств бюджета республики. Впереди зима, а на обновление котельного оборудования и систем теплоснабжения в некоторых городах Дагестана, а именно Буйнакский, Каспийский и Кизельурти, не достает средств. Для этих мероприятий требуется более 800 миллионов рублей. Таких средств на эти цели городские округа не имеют. Об этом сообщили в Министерстве строительства республики. Решить эту проблему они планируют путем подачи заявки на участие в федеральной программе обновления коммунальных объектов, разработкой которой сегодня занимается Минстрой России. При этом в республике сегодня насчитывается более 270 недостроенных объектов ЖКХ на общую сумму 12 миллиардов рублей. И к новостям спорта. Более 20 золотых медалей выиграли дагестанские бойцы на чемпионате России по спортивному микс-файту. Соревнования завершились накануне в подмосковном городе Видное. В спор за награды и путевки на чемпионат мира выступали более 200 атлетов из разных регионов страны. Из-за эпидемиологической обстановки в этот раз турнир прошел без зрителей. В зале были только участники, их наставники и судьи. По итогам чемпионата впереди всех по количеству завоеванных медалей оказались спортсмены из нашей республики. Помимо 22 золотых наград в копилке 11 серебряных и 13 бронзовых. К этим соревнованиям бойцов готовили тренеры Бадави Гасанов, Алим Рашидов, Султан Ибрагимов, Расул Алиев и Аслан Гашимов. Таковы были все новости на сегодня. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!